Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы будем с вами также проходить и играть в суперинтересную игру Симулятор Автомобиля 2. Как можете видеть, я на своей новенькой Ниве встречаю такой приятный прям московский рассвет. И, я не знаю, вы догадаетесь ли, куда я приехал? Сегодня утром мне поступил звонок о новой работе. Я не знаю, как это получается, что я наработаю и на мафию, и получаю звонки от, вы не поверите, от полиции. Сегодня мне мой друг, у меня работает друг в полиции, он мне предложил поработать на служебной машине в полиции. Но я все же приехал на своей тачке к офису, к полицейскому участку. Вот сейчас мы припаркуем нашу Ниву. Короче, я с другом поговорил, он мне сказал, если я буду работать на полицию, там все дела, все нормально, то я смогу ездить в тонере на своей Ниве нормально. То есть, без каких проблем, мне разрешат припарковать вот тут тачку, и все будет нормально. То есть, вот сейчас мы припаркуем вот тут Ниву, так аккуратненько. Будем не мешать никому, чтобы лавочки не задеть. Вот так и развернем, и через пару часов, я думаю, я ее отсюда уже заберу. В общем, так, надо обязательно выключить свет, а то аккумулятор у меня сядет. Так, ручничок дернем. Все, отлично, пора выходить на работу. В общем, что, у меня есть друг, его зовут Илья. И он работает в полиции таким, типа, шерифом, что-то такое. И он говорит, что им требуется такой некий работник, который будет ездить за преступниками. И вот сегодня он предложил мне поработать. Сказал, зарплатка такая нормальная, если понравится, будешь работать на постоянке. Поэтому, как бы, есть и плюсы. То есть, и у меня будут друзья в полиции, не будет проблем с полицией, и будут разрешать мне ездить в тоннере. Никто не будет снимать лоб мне, все такое. Поэтому, ничего, я думаю, погнали, покатаем сейчас, попробуем, что-нибудь сделаем. Так, а я что, не могу миссию принять, если я не на машине? Ладно, тогда придется сесть все-таки в машину. Я думал, что нормально припаркую ее. Ну ладно, подъедем на Ниве. Надеюсь, они не будут там ругаться, что я там перегородил подъезд, заезд. Да. Кстати, а вы оценили мои новые чехлы на тачке? Мне кажется, они довольно-таки прикольные. Довольно прикольные. Ну, поехали. Мне их тоже, кстати, вот этот Илья подогнал. Мы с ним там ездили на рынок. И все такое. Ну, короче, начали. Все, погнали. Так, вот она, вот она. Да, кстати, неплохая такая машинка полицейская. Блин, я бы даже такую себе купил просто для езды. Что, доберитесь до места преступления? Окей, погнали, погнали, погнали. Нам ехать до места преступления всего лишь на 40 километров. В принципе, по моим расчетам, я до туда доберусь буквально за 2 секунды. Йоу. Я уже почти на месте. Воу-воу-воу-воу. Куда-то меня понесло, понесло, понесло. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, что нужно сделать? Остановите нарушителя. Остановить нарушителя. Окей. А как включить сигнализацию? Ага. Преследование включено. Все. Остановитесь, дорогой друг, на розовой семерке. Мне интересно, кто там может быть за рулем? Какой-то, я не знаю, глупый какой-то парень, я не знаю. Кто будет семерку делать в розовый свет? Это же девчачий вообще абсолютно цвет. И нужно... Эй, остановиться. Куда ты поехал? Ну, братик, ну тебе от меня не уехать абсолютно. От закона не уехать. Во-первых, у тебя тонировка. Во-вторых, у тебя слишком розовая тачка. А в-третьих, ты гоняешь с максимально недопустимой скоростью в городе. По-моему, он на своей семерке разогнался до семи... Больше семидесяти. Да там уже сто пятьдесят. Он разбился, что ли, или что? Он в дерево... На, все, нарушитель пойман. У него сейчас машина загорится, или что? Найс, 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 найс. Отлично. Пятнадцать тысяч мы заработали на своей Ниве. Отлично. Я думаю, это повод пройти еще одну миссию на полицейского. Так, что-то у меня машина едет только назад. Отличненько. Отличненько. Прекрасно. В принципе, мне нравится работать на полицейского. Во-первых, только единственное, что мне не нравится, что машину сразу же забирают. Какого... Блин, лешего это происходит. Может быть, я хочу еще поработать на полицию? Вы не думали, чуваки? А теперь мне надо ехать до полицейского участка. Сколько? Я не знаю. Секунд пятнадцать. Двадцать... Или, может быть, даже минуту. Так, поворот направо где-то должен быть. Я его проморгал, да? Я его промол... 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 А как произносить слово промол... Промолгал? Че-то я промол... Промолгал. Блин, я запутался немножко. В общем, поедем, выполним еще одну миссию за полицейского. Посмотрим, за каким мы еще нарушителем будем ехать. Так, с дороги. Тут едет оперская Нива. Как бы я работаю на полицию, все дела. Мне гнать можно. Мне гнать можно. У меня есть друзья в полиции. Так, вау. А я думал, что моя машина остановится сразу же, как я подъеду к полицейскому участку. Окей, ДТП. Так, в городе произошло происшествие. Да... Я не могу, что, принять миссию. Мне нужно обязательно прям остановиться, что ли. Ладно. Окей. Нажму на ручник. Окей. Давайте поедем на ДТП, на наши супер-тачки. Блин, клевая точила. Прям, наверное, мигалки прям сейчас включим, чтобы все знали, что это полиция едет. Они просто... Черт пойми, кто. Поехали. Так, а ну-ка разошлись. Дороги. Полиция. Не мешайте работе нормального полицейского. Всем просто с дороги. С лавочки сносим. Мы ж полицейские. Нам, в принципе, можно. Это во имя... Вау. Доберитесь к местному значению. Что тут произошло? Господи. Задержать подозреваемых. Ну-ка, придется все-таки задержать вас. Кто тут виноват? Ну-ка, давайте-ка взглянем, как тут открывается дверь. Ладно. Отключим на секундочку, чтобы... Не привлекать лишнего внимания. Боже, Лада Калина врезалась в Ладу Гранту. Посмотрите, что произошло. Да тут живого места не осталось от Гранты. Боже мой. По-моему, мы знаем, кто тут виноват. Посмотрите. Но тут явно, явно какой-то расизм. Почему виновата именно она? Я абсолютно не знаю. Но, мадам, извините. Вас придется задержать. Пройдемте-ка со мной в участок. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Руки вверх, а то я буду стрелять. Так, а что, я должен добраться за секунду, что ли, до полицейского участка? Вы пристегнулись, мадам? Вам хорошо, да? Да, на Калине ездить. Да, на Калине ездить хорошо. Согласен. А как вам погодка сегодня? Прекрасная, да. Я говорил. Калина это не самая лучшая машина для того, чтобы ездить. Поэтому покупайте лучше Ниву. Нива это лучшая машина в мире. Если бы у вас была Нива, то и не было проблем с Грантой. Потому что Калина с Гранта не гружит. Поэтому и вы и врезались. Поэтому, гражданочка, посидите-ка вы в СИЗО пару дней. И подумайте над своим поведением. Да. Вот такие дела. 20 тысяч мы заработали на Ниву. Скоро мы сможем купить себе настоящую машину для такси. Ладу Весту. Я очень мечтаю это сделать. Поэтому, ребята, если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь. Колокольчики все делайте. С вами был Личи. И до скорых встреч, друзья. Лего. И для тех, кто остался тут сейчас, когда все уже ушли. Напишите в комментарии слово Нива Босс. И те, кто напишет это слово, обязательно попадет в следующий ролик прямо в начале. Прямо в начале. Вот для тех, вот посмотрим. Давайте вот проверим. Вот кто досматривает у нас ролики до конца. Это будут самые мои топовые подписчики. Я их буду прям любить очень сильно. Так что посмотрим, кто смотрит до конца. А кто уходит очень быстро. Давайте Нива Босс в комментарии, кто досмотрел до этого момента. Угу. Я жду. Я жду, я жду. Я не ухожу. Все, шучу. Не ухожу. Нет. Все, ладно.